Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Итог всем мероприятиям ЮНЕСКО, посвященным 150-летнему юбилею Алихана Букихана. В Караганде проходит международная научно-практическая конференция. Халал или не халал? Споры об этом все чаще возникают у жителей Карагандинской области. Выстоять самим и поддержать других. Под таким лозунгом прошло открытое первенство Карагандинской области по настольному теннису среди инвалидов. В Карагандинской области продолжаются мероприятия в рамках акции «25 звездных дней» в честь 25-летнего юбилея независимости Казахстана. 8 декабря посвящено молодому поколению Нурлобулашак. В вузах и колледжах Караганды провели молодежный флешмоб «Интеллектуальная нация». В Балхаше провели встречу трех поколений Нурлобулашак. А в Тимиртау молодежную акцию «Мы – будущие страны». Кроме того, в учреждениях образования, культуры состоялись мероприятия по тематике послания президента Нурлужоу. Профессоры из Южной Кореи, Турции, России, Кыргызстана и Украины приняли участие в научно-практической конференции «Алихан Букиханов» и «Исторические основы независимого Казахстана». Встреча посвящена 150-летию со дня рождения великого ученого. Торжественное мероприятие посетил глава региона Нурмухамбет Абдебеков. «Алихан Букихан» был талантливым ученым и публицистом, который всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за свободу казахского народа. В своем выступлении Нурмухамбет Абдебеков отметил, что «Алихан Букихан» держал успех не только в области науки и культуры Казахстана, но и был выдающейся политической личностью. «Алихан Букихан» поистине выдающаяся политическая личность. Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию «Алихан Букихан» не только в Казахстане, но и в Турции, России и ряде других государствах, еще раз подтверждают его исторические заслуги перед казахским народом. И то, что такие личности, как «Алихан Букихан», «Алихан Букихан», «Алихан Букихан», «Жахбат Паев», «Загин Сейфулин» были рождены в Каргатинской области, в индустриальном центре нашего государства, для нас большая честь и наше достояние». В работе конференции приняли участие ведущие отечественные и зарубежные ученые, исследователи истории казахского национально-освободительного движения «Алаш» начала 20 века, автономии «Алаш», правительства «Алаш-Орда», а также многогранные деятельности лидеров «Алаш-Орды» и мирового национального освободительного движения. Побывал на конференции Султанхан Жусиб. Он единственный исследователь жизни и творчества известного ученого и публициста «Алихана Букихана». Главное детище которого – автономия «Алаш». «Буквально с 5-12 декабря текущего года, можно сказать, стартует празднование столетия образования автономии «Алаш», у истоков которого как раз опять же стоял «Алихана Букихана», который был избран на альтернативных выборах в декабре 1917 года председателем, главой автономии «Алаш», которая является в буквальном смысле основой, базой, фундаментом современного Казахстана. Гость из Южной Кореи профессор Чин Джин Он заявил, что национально-освободительное движение Казахстана очень близко по духу корейцам и обретенную независимость своей страны воспринимает как величайшее достижение. Свои доклады представили ученые из Турции, России, Кыргызстана и Украины. Сегодня можно сказать, что нынешняя конференция это как бы предваряет итог празднования 150-летия Алихана Букихана под Игидой и ЮНЕСКО и стартует в этот же день, можно сказать, празднование 100-летия со дня образования автономии «Алаш» основы, базы, фундамента современного Казахстана. После пленарного заседания прошла презентация 15 томов сборника сочинений Алихана Букихана. Затем всех приглашенных гостей ждала экскурсия по шахтерской столице. Участники конференции посетили театры, музей памяти жертв политических репрессий в поселке Доленко, а также историко-культурный центр первого президента Республики Казахстан в Тимиртау. Асель Сазымбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области на низком уровне производится утилизация твердых бытовых отходов. Из 333 тысяч тонн мусора за год переработано всего 2%, чуть более 5 тысяч тонн. Кроме того, Департамент экологии заявляет, что в регионе часто нарушают правила складирования и захоронения отходов. Несанкционированные полигоны твердых бытовых отходов были обнаружены сотрудниками Департамента экологии в ходе внеплановой проверки в 19 населенных пунктах Нуринского района. Данные полигоны стали источником загрязнения окружающей среды. Акимам сельских округов были выписаны предписания для устранения нарушений. В удручающем состоянии находятся и существующие официальные места складирования мусора. На полигонах допускаются многочисленные нарушения экологических требований, таких как несоблюдение установленной технологии складирования в случае возгорания на полигонах, нарушение требований в части проведения мониторинга, в том числе в части отсутствия скважин для наблюдения влияния на подземные воды, отсутствие измерительных приборов для определения масс поступивших отходов. В прошлом году по инициативе экологов было выписано 182 административных штрафа на общую сумму 6 миллионов 300 тысяч тенге. В нынешнем году в адрес местных исполнительных органов сельских районов также направлены предписания. Особенно много нарушений в городах Балхаши, Сказган и Сатпаев. К тому же некоторые районы игнорируют перечень запрещенных для складирования отходов. Это следующие виды. Отходы пластиковых, пластиковые, отходы макуватуры, картон, другие отходы бумаги, ртути, содержащие лампы и приводы, степловой, ломб цветных и черных металлов. Также запрещено складировать оргтехнику, грузовую технику, строительные и пищевые отходы. Утилизация мусора производится только в Караганде и Тимиртау. Проект по раздельному сбору мусора тоже пока не принес должного результата. Согласно планам, в 2020 году уровень раздельного сбора мусора должен составить 80%. Компания «Горкомтранс» планирует закупить специальную сортировочную линию для раздела и брикетирования отходов. Это позволит сократить объемы захоронения, поясняют специалисты. Кроме того, сотрудники компании работают над проектом мусоросжигающего завода. Правда, денег в бюджете на него пока нет. Аймамрина Олжацгабасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Халал или не халал? Споры об этом все чаще возникают у потребителей Карагандинской области. Ни для кого не секрет, что зачастую недобросовестные предприниматели, прикрываясь названием халал, продают не таковую продукцию. Под подозрение попадают в первую очередь мясная продукция и колбасные изделия. Аймамрина попыталась выяснить, как отличить Адал-продукцию от подделок. В последние годы рынок продовольственной продукции буквально завален товарами с надписью «Халал». Оно и понятно, ведь с каждым годом мусульмане области стремятся покупать пищу только с такой маркировкой. Однако нередко покупатели становятся жертвами обмана. В настоящее время существуют две организации, которые выдают сертификаты халал. Одна из них работает на рынке около 10 лет, а вторая была создана в 2014 году при Муфтияте. По словам экспертов, их привлекли к халал-стандартизации после участившихся жалоб от потребителей в адрес первой компании. Те продукты, на которых были выданы сертификаты стандарт халал первой категории, когда до образования при Муфтияте, конечно, многие из них вызывают нарекания, многие продукты. Поэтому мы как-то не доверяли этим халал продуктам. Эксперты из Муфтията приводят в пример продукцию компании «Тай». По их словам, данный производитель занимается изготовлением колбас как из халалного мяса, так и из свинины. А это значит, что под подозрение попадает и халалный товар. Ведь никто не станет мыть конвейерные станки, на которых производится продукция свинины, чтобы сделать после него адал колбасы. К нам поступила жалоба от одного из потребителей на сосиске определенной компании, на этикетке которой было написано «халал», а в составе значила «свинина». Мы стали разбираться, нам в компании ответили, что это ошибка. Также были случаи, когда в составе на русском свинину указывают, а на казахском не пишут. Но такие случаи нередко происходят. Компании, производящие продукцию свинины, не могут полностью считаться халал. Кроме прочего, специалисты отмечают, что в последнее время стало очень модным писать в вывесках «халал-сауна», «гостиница» или «детский сад». Однако само понятие «халал» не может относиться к недвижимости. Под категорию «халал» могут попадать лишь продовольственная парфюмерная продукция и средства гигиены. В Карагандинской области, к сожалению, нет ни одной компании, которая получила сертификаты «халал» у нас. Пока их мало и в других областях. В Алматы это, например, алматинские сладости. Также есть парфюмерные компании и фирмы, производящие косметику и моющие средства. Эксперты подчеркивают, чтобы продукция была по-настоящему «халал», ее нужно не просто правильно изготавливать, но и должным образом транспортировать. Продукция «халал» должна храниться на прилавках и витринах магазина отдельно от изделий из свинины. Айямам Ренажак Слак-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В ближайшие годы в Шецком районе будет построен современный завод по производству катодной меди. Производственная мощность завода – 6 тысяч тонн меди в год. Инвестором проекта стала компания «Сарарка Купер Процессинг». Предприятие уже внесено в карту в поддержке предпринимателей. Планируется создание тысячи рабочих мест. Об этом и других сферах развития Шецкого района рассказал на брифинге в региональной службе коммуникации Аким Марат Жандаулетов. Аким рассказал о развитии Шецкого района за последние 10 месяцев. Согласно его данным, в районе наблюдается рост по всем показателям. В год производится около 70 тысяч тонн мясной и порядка 15 тысяч тонн молочной продукции. 50% этой продукции производят личные подсобные хозяйства. В следующем году в планах фермеров открыть еще около 50 крестьянских хозяйств по государственным программам. Также Аким добавил, что сейчас в районе идет активная работа по ограждению скотомогильников. Однако денег на дальнейшее содержание захоронений в бюджете нет. На это нужно 5 миллионов тенге. По ветеринарной безопасности и по тем, что для себя ограждения захоронения, я уже сказал, они все полностью подорожены, поставлены знаки. По тем, что для себя, по мотивникам, скотомогильникам, да? Скотомогильники тоже мы определяем. В Шетском районе выявлены более 100 крестьянских хозяйств, которые используют свои земли не по назначению или не на должном уровне. Площадь подобных земель 87 тысяч гектаров. Более 20 хозяйств изъявили желание отдать неиспользуемые земли в государственные владения. В отношении шести предпринимателей составлены акты и направлены в земельную инспекцию. Из отчетового земель используется 53,5% пашни. По сравнению с прошлым годом, площадь используемой пашни увеличилась на 1,5%. Процент использования оборудования земель подойдет составляет 85%. Из общей площади пашни используется 4,5%. Строительство нового завода обойдется в 14 миллиардов тенге. Во время строительства завода к работам будут привлечены 450 человек. А после запуска будут созданы 350 рабочих мест. По предварительным планам катодная медь будет экспортироваться в Европу и Китай. Айя Мамрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Выстоять самим и поддержать других. Именно под таким лозунгом состоялось открытое первенство Карагандинской области по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями. Турнир проходил в три этапа. Около 30 спортсменов собрались с разных областей Казахстана, чтобы побороться за главный приз. Теннисный турнир проходил в санатории Саялы, что находится в Бухаржуравском районе. Все участники тщательно готовились к турниру, поэтому уверенности у каждого было достаточно. Владимир Малахов занимается настольным теннисом на протяжении 30 лет. Мужчина уверяет, что спорт для него – это жизнь. Владимир надеется, что такие турниры все же станут традиционными в нашем городе. Этот турнир мы организуем чисто для общения, чтобы люди с физическим ограничением не были обделены вниманием, общением. И вот этот турнир преследует цель пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы люди, которые попали в такую ситуацию, не падали духом. И обращаясь в наше общество, именно в фраганде Жандус, приобщались к спорту и поднимались духом, самое главное. Подобный турнир проводится во второй раз. Первые соревнования проходили в 2014 году. Тогда желающих испытать свои силы было больше. Но организаторы не отчаиваются и с уверенностью говорят, что этот турнир станет доброй традицией. К нам приехали из восьми регионов Казахстана. Проехали спортсмены, которые являются чемпионами Казахстана, призерами международных турниров. Вся элита настольного тенниса Казахстана участвует в этом турнире. Еще приехали у нас молодые ребята, которые в таких турнирах набираются опыта, набираются мастерства. Мы очень рады, что несмотря на такую погоду, действительно, с дальних регионов, там восточная Казахстана, Траусская область, Вечерно-Казахстанская область, город Алматы, Алматинский область, Трустаная, вот такие регионы далеко приятные. Рады всех приветствовать. Мы благодарны Ахимату-Бахаржавскому району, на территории которой мы проводим. Это жили приятеля. Огромная благодарность, которые поддержали нас, помогли. Здесь участвуют со всех областей порядка 30-40 человек. Этот турнир уже в районе у нас проводится второй день, второй год. Мы планируем его проводить ежегодно, этот турнир. Как вы знаете, по поручению главы государства, в нашем районе ведется социальная адаптация инвалидов. В нашем районе в данный момент 2190 инвалидов. 46 инвалидов – это колясочники. С всеми инвалидами ведется индивидуальная работа. В районе у нас имеются квоты инвалидов на рабочие места. То есть для инвалидов оказывается большое внимание. Ежегодно выделяются большие средства для того, чтобы оказывать помощь. Это и средства личной гигиены, и индивидуальные помощники для инвалидов. На сегодняшний день в Казахстане спорт среди людей с ограниченными возможностями набирает обороты. В стране функционирует 11 спортивных клубов для инвалидов. Казахстанские спортсмены впервые приняли участие в Паралимпийских играх в 1994 году отдельной командой. С тех пор прошло много времени. Однако люди с ограниченными возможностями продолжают участвовать в соревнованиях и приносят Казахстану новые победы. В честь празднования 50-летия хоккея Карагандинской области хоккейный клуб «Сарарка» и Управление парками культуры и отдыха города Караганды объявляет конкурс на лучшую ледяную скульптуру. Особых критериев и пожеланий от организаторов нет. Все зависит от фантазии участников. Главное, чтобы работа была на хоккейную тематику. Победителя будут выбирать игроки команды «Сарарка». Хоккейный клуб и Управление парками культуры и отдыха предоставляют для участников основной материал. В первый день конкурса привезут машины со снегом. Сотрудники помогут переместить его в необходимое место. 10 декабря все участники, подавшие заявки, могут в 12 часов дня создавать свои ледовые фигуры прямо на площади Ледового дворца спорта Караганды арена. Итоги конкурса будут подведены перед последней домашней игрой хоккейного клуба «Сарарка» в этом году, 15 декабря. Также приглашаем всех карагандинцев и гостей города посетить ретро-матч, посвященный 50-летию хоккея Карагандинской области, в котором примут участие команды города Караганды, ветеранов города Караганды, команда «Автомобилист» и команда города Тимиртау «Металург». Начало матча в 17.00. Ждем всех. Для участия необходимо отправить заявку и рисунок скульптуры на почту клуба. 20 лучших эскизов смогут побороться за главный приз. Пока организаторы умалчивают о нем, но обещают, что для фанатов клуба это будет интересно. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Караганде состоялась встреча заместителя председателя правления акционерного общества «Жилстрой Сбербанк Казахстана» Айжан Медиовы. С жителями Карагандинской области. Горожане высказали свои предложения и пожелания. Также получили ответы на интересующие вопросы. Женар Жумабаева сотрудничает с банком на протяжении 9 лет. В 2008 году по государственной программе женщина получила трехкомнатную квартиру. Теперь Жанар открыла депозиты и своим детям. Я являюсь вкладчиком уже давно, с 2008 года. Я очень благодарна «Жилстрой Сбербанку» за такую возможность, которую они дают людям. Все предложения жителей руководство принимает к сведению. Например, на одной из подобных встреч Каен Жилстрой Сбербанка поднял вопрос о залоге имущества. По пожеланию вкладчиков теперь в южных регионах принимает под залог саманные дома, а на севере Казахстана – деревянные. Также для удобства клиентов в нескольких небольших городах открыли точки продаж. Чтобы не ездить в областные центры обслуживания, жители городов Тимиртау и Жисказгана могут получить консультацию и ипотечные займы. Вскоре точка продаж откроется и в Балхаше. Мы ожидаем от людей обратную связь и понимаем, где нам нужно улучшаться, что нам нужно меняться, в какую сторону. Это вот такой непосредственный диалог, конкретно диалог с клиентами, с нашими вкладчиками. Караганинский филиал областной – это один из больших наших филиалов. То есть по Казахстану у нас шесть крупных филиалов. Это, соответственно, Астана, Алмата и Ахтюбе, Южный Казахстан. И вот Караганда у нас тоже относится к одном. И по объемам это очень большой регион и большой филиал. На сегодняшний день в Карагандинской области свыше 50 тысяч человек являются вкладчиками Жилстройсбербанка. Размер депозитного портфеля – более 20 миллиардов тенге. Кредитного портфеля – около 15 миллиардов тенге. По направлению жилье для молодых семей введены в эксплуатацию 15 жилых домов на 447 квартир общей площадью 25 тысяч квадратных метров. До конца 2016 года планируется ввести еще два дома на 216 квартир. Лариса Хусынова, Сланбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин